Всем большой приветик, вы на канале Creative Haven. Ну что ж, настал у нас уже октябрь, снимаю я 5-го числа. Ну, ролики выходят обычно чуть попозже, у меня, ну, в общем, дела и так далее, сами понимаете. Вот, так, лежат на столе две тетрадки. Начала я новую тетрадку по планам, ну, вообще по раскрашиванию. Мне она нравится больше, конечно. Вот, записала я уже пока что 15 раскрасок, но тут, наверное, придется одну добавить. Ну, там посмотрим, короче, сейчас уже в порядке показа раскрасок дойдем до этого вопроса. Так, и эту тетрадку я завершила. Ну, как, она-то сама не закончилась, но здесь больше я вести такие записи не буду. У меня здесь новые записи будут вот с этой странички. Ну, я оформила так, как смогла, так скажем. Это раскраски. Видео, к сожалению, еще не вышло на эту тему. Я все никак не могу его смонтировать. У меня руки не доходят до этого. Там просто на 40 минут материала было. Ну, наверное, буду от какого-то материала отказываться это убирать, удалять. Вот, чтобы выпустить уже ролик с той темой, которую я в сентябре должна была начать. Ну, я ее начала, но не показала видео. В общем, распределила я все так, без всяких табличек, ничего не стала чертить. Просто по клеточкам, по точечкам сделала. Вышла на две с половиной страницы. Это планы по завершению раскрасок и продвижению. Здесь у меня поделено на три части. Первая часть – это закончить до декабря 2022 года. Надеюсь, успею. Особенно вопрос по цветовому квесту. Мы еще сейчас к нему тоже вернемся. Дальше раскраски, которые нужно в течение года закончить. До декабря 2023 года я летние месяцы убрала, потому что летом я поняла, что раскрашивать у меня не получается в отпуске. Была бы своя квартира, свой уголок, может быть, бы красила. Но в однокомнатной квартире, когда это 5-6-8 человек, ну, это нереально. Вот. И три раскраски, получается, которые нужно будет продвинуть. Тоже до декабря 2023 года. Я уже, в общем-то, начала это выполнять, эти задания. Вот. И сейчас покажу все эти раскраски. Вот. В принципе, уже видео, по-моему, можно не выпускать. В принципе, рассказала все в планах. Вот. Так. Первое. Цветовой квест животные. Естественно, вообще хотела не показывать уже эти раскраски. Но тогда в видео мало будет, что показано, да. Если не показывать то, что буду постоянно брать из месяца в месяц. В этом месяце, к сожалению, ну, в сентябре, точнее, мне не получилось раскрасить работу. Я начала, но неудачными фломастерами. Ну, сейчас у меня пришли еще фломастеры, которые заказала, заказывала. Тоже в покупках потом все покажу. Осталось тут 6 работ, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, нужно их до декабря месяца уже завершать и забыть об этой книге, как страшный сон. Но я переключилась, к сожалению или к счастью, на города. И поэтому у меня вот животные пока что застопорились. Следующая раскраска, которую заканчивать собираюсь, это Colortronic. Здесь я сейчас спиртовыми маркерами крашу. Опять же, я покупку эту не показала. Надо будет не забыть ее. Купила контейнер для маркеров. Вот здесь у меня на этой страничке вот одна вот эта работа не выполнена, по-моему. Нужно ее заполнить. И уже останется вот здесь некоторые работы. Тоже здесь порядка 11, по-моему, иллюстрации осталось. И нужно ее завершать. В принципе, это возможно. Как бы раскрашивается там в течение часа максимум двух. Это если даже отвлекаться на какие-то дела спиртовыми маркерами. Легко просто все это делается. Вот. Дальше. По номерам. Forest de Mont. Здесь природа. Я в прошлом месяце так ее и не затронула. Перенесла ее на этот месяц. Не стала ничего другого брать. Здесь природу оставила на потом уже, в принципе. Тут даже, кстати, уже зимние есть иллюстрации. Классно. Слишком много мелочевки на тех работах, которые очень нравятся, которые хотелось бы. Даже не мелочевки, а вот много оттенков, которые не совпадают с реальным рисунком. Они немного могут быть светлее, немного темнее. Там серый может в зеленый уходить, а по факту он должен быть более серым. Ну, в общем, такие проблемы, загвоздки здесь в этой раскраске. Она мне очень нравится, но в ней, к сожалению, вот такой вообще пока не хочется красить. Ну, подберу какие-то, может, осенние иллюстрации и постараюсь в этом месяце пораскрашивать. К тому же еще Хэллоуин. Надо еще на Хэллоуин. В этом году, блин, я надеюсь, к Хэллоуину я хоть что-то раскрашу. Следующее это Happiness. Я в прошлом месяце не раскрасила. Мы с Аней здесь по очереди, ой, ну, по порядку идем иллюстрации красим. Здесь пока что, конечно, летнее еще в начале. Ну, тут в основном все-таки иллюстрации более летние. Вот. Ну, нужно вот эти две работы сделать однозначно. Вот. Посмотрим. Надеюсь, что в этом месяце сделаю. Тоже обычно спиртовыми маркерами крашу. Но пока что я еще не начинала никакие работы спиртовыми. Надо немного затронуть все-таки раскраски, которые не по номерам. А то как-то совсем все печально. Также в сентябре я не доделала в осенней раскраске. Здесь я уже к Хэллоуину буду красить, скорее всего, иллюстрации. Но и та, которая не доделана, здесь прям, ну, буквально вот несколько оттенков осталось. Ну, немного. Ну, просто мне нужно было что-то другое делать или снимать видео. Мне пришлось убрать материалы, которыми я красила. И поэтому она незаконченная лежит. Не закончила иллюстрацию. Вот. Дальше это анимал. Ее тоже заканчивать. Нужно я здесь иду по порядку. Раскрашиваю фломастерами. Фломастер у меня экшен называется. Много раз тоже показывала. Еще раз покажу. Я их повторила. Вот. Ну, буду по очереди, скорее всего, украсить в этой раскраске. Также две раскраски по спиралям. Игру престолов я планирую закончить за год. Здесь у меня выполнено уже три работы. Их тут всего, по-моему, 22. Поэтому, как бы, ну, нужно вполне себе реально ее закончить. Так что буду красить. Иногда по порядку крашу. Иногда рандомайзер беру. Включаю и выбираю иллюстрации. Вот. Сверхъестественно. Здесь я пошла от противного, так скажем. И начала красить персонажей, которые мне менее приятны. Вот мы недавно с Марией с канала... Так, ладно, я забыла канал. Сейчас только что в голове был и резко вылетел. Ну, в общем, Мария, думаю, поймет, о чем речь идет, когда посмотрит видео. Кастель, вот, я тоже его не люблю. Не знаю, мне как-то вот он вроде хороший персонаж в фильме, но я его прям, ну, подбешивает на самом-то деле. Вот. Ну, самые мои любимчики, это, конечно же, Дин, Сэм. Ну, Сэм тоже уже в последних сезонах бесить больше начинал. Руби, это прям вообще моя любовь. Мне, которая вторая Руби, я ее терпеть не могу, хоть она и жена Сэма. Ну, в общем, такая история. В общем, здесь я тоже рандомайзером буду, может, выбирать что-то, что-то, что мне менее нравится. Какие персонажи, тех буду первым делом красить. А самое сладкое буду оставлять на потом. Я, как всегда, много говорю. Кому не нравится, те могут выключать видео, да. Я уже говорила об этом и не раз. Кто заболтовню, слушаем и наслаждаемся. Поехали так дальше. Здесь у нас уже, по-моему, по номерам заканчиваются раскраски и начинаются обычные. Я решила взять Вич Спирит. Здесь я раскрашивала в самом начале и больше я здесь ничего не красила. Это мои вот первые работы. Тут даже, по-моему, сухая пастель, если я не ошибаюсь. Еще карандаши. Ну, неплохо, в принципе. Раскраска классная. Здесь вообще можно в легкую красить. Ее бы, наверное, и закончить другие. Кто-то из девочек мог. Я почему-то не это. Мне очень нравится, но не осиливаю я в ней раскрашивать. Я думаю, что я буду здесь что-то акварелить к Хэллоуину. Какие-то иллюстрации подберу. Вот, попроще. Постараюсь что-нибудь. Попробую акварелью. Но акварелью, вот не знаю, какую буду применять. Но у меня есть, в принципе, задумки некоторые. Мне тут нравится дерево. Если я его найду. Оно, наверное... Нет, оно, наверное, где-то в серединке, да. Мне, короче, в общем, тут нравится одно дерево с гром, молнией и так далее. Это, конечно, не совсем Хэллоуин, но это прям вот, наверное... Ну, ладно, не суть, в общем-то. Ну, короче, одно деревце хочу раскрасить здесь. Это, по крайней мере, хотя бы одну картинку. Но, блин, надо постараться. Ну, опять же, видите, не от меня сейчас все зависит. Опять дела, документы. В общем, много чего еще делать нужно. Ничего не сделано. И это ужасно. В общем, дальше, следующие раскраски. Так, это Fairy and Fantasy. Вторая часть. Здесь у меня вот уже осенняя одна иллюстрация была сделана. Здесь у меня Дэниел Смит акварель. Потом, по-моему, полихромосы. Ну, точно не помню. В общем, карандаши. Тут есть тоже еще осенние. Глубокая осень, уже приближенно к зиме. Ну, и зима, понятное дело, есть. Вот ведьмочка есть. Ну, может быть, попробую ее раскрасить. Не знаю уж там как по настроению. Надеюсь, что все получится. Хотелось бы в этом месяце, ну, хоть, ну, хотя бы чуть-чуть продвинуться. Не сидеть на месте. Дальше, следующие раскраски от Селины Фенич. Это Готика. Понятно, что здесь есть много вариантов. Как его? Ну, к Хэллоуину тоже. И ведьмы здесь есть. Много чего еще. У меня здесь были оставлены вот закладки. Но я планирую, наверное, знаете, я думаю, что я буду спиртовыми маркерами. Попробую раскрасить. Это будет намного проще. И хоть как-то продвинуться раскраски. Хоть как-то затронуться. То есть, они же еще даже не начаты некоторые раскраски. Дальше. Найт Мэджик. Также. Ну, здесь, понятное дело. Здесь Хэллоуин полностью. Все иллюстрации к нему подходят. Так что, тоже спиртовыми, наверное. Может, где-то что-то с карандашиком немножечко попробую. А, вот у меня еще, кстати, здесь и незаконченная эта работа есть. Очень красивая. Мне нравится, как получалось. Все, в принципе, неплохо. Хоть и не так жутко, да. Ну, вот здесь я застопорилась. Работа вот на этом моменте. Не знаю, каким цветом что сделать. И оттуда бы хотелось бы какую-то темноту и немного света. Но, к сожалению, я это передавать не умею. Ну, посмотрим. Может, вот ее и доделаю. У меня много в этом месяце раскрасок. В основном взято некоторые, которые прям полноценно нужно раскрасить. А некоторые, которые нужно закончить. Работы, которые были начаты в прошлых месяцах. Следующая также от Селины Фенича Violet Magic. Здесь у нас, ну, та же самая магия. В общем, все такое в таком стиле. Сами понимаете. Вот. Что-то пораскрашивать уже хотелось бы. Также, может быть, спиртовыми маркерами и буду. Одну вот, может быть, здесь закончу карандашами. А здесь уже что-то из спиртовых маркеров. Так, ну и последние раскраски. Сейчас покажу. В Марье Тролли в час заката. Здесь у меня одна работа, как бы, почти сделана. Но там, ну, вы уже видите. Я начала пробовать фон подушечками. Которые, господи, как они называются-то? Ах, забыла. Distressing. Ну, фиолетовым я здесь делала. И это делать начала спонжами, которые я показывала, что я покупала на Алиэкспресс. Что хочу сказать. Вообще не получается ими нормально делать фон. Я не знаю, как иностранный блогер делала фоны в этих раскрасках этими спонжами. Но они, вот, мне кажется, еще больше пятен оставляют, чем... Чем я, вот, другим спонжиком делала... Я не знаю, тут же где-нибудь поблизости или нет, да. Чем вот этим. Но этим уже исправлять становится сложнее ситуация, потому что тут я уже, ну, как видите, накуралесила вот этим вот добром. Так что, все-таки для меня вот таким спонжиком намного удобнее. Надо будет повторить покупку. Это специальный, кстати, художественный, не косметический. Оказалось, он намного плотнее, и им вот как-то проще раскрашивать. Вообще, хотела я чуть-чуть этого цвета. Ну, сами понимаете, пошло все не по плану, поэтому пришлось дальше уже затемнять. Ну, в общем, фон тут осталось доделать. Вот, как раз-таки, может быть, что-то еще раскрашу, потому что эта раскраска у меня в продвижении. Здесь вот на черном много иллюстраций, таких простеньких. Можно было бы затронуть и еще какие-то иллюстрации, но, опять же, все зависит от времени, ну, и желания. Следующая у меня дивная луна, также доделка. Здесь у меня, я, в принципе, тут достаточно активно начинала, и хорошие даже работы были. Вот, ну, вот никак вот эту работу не могу доделать. Но я уже достала полихромосы, вот, доделала небо, которое у меня долго стояло на месте. Точнее, просто темно. Ну, короче, небо, да. Осталась вот луна. Ну, мелочевка осталась, в принципе, и работа будет закончена. Можно было бы тоже что-нибудь подобрать на черном фоне. Ну, и, может быть, можно было бы сделать челлендж, как обычно, там, по времени на раскраску. Да, можно и не по времени, в общем-то, сейчас не имеет значения время. На черном фоне иллюстрации покрасить. В принципе, это как традиция, я каждый год раскрашиваю в какой-то период. И, скорее, это осенью обычно происходит на черном фоне иллюстрации. Дальше у меня Ханна Карлсон. Также полночный маскарад включен в продвижение. Здесь, так, вот, доделку бы тоже можно было бы сделать. Но я думаю, что я уже к этому коту не вернусь и не скоро. Да, у меня тут есть еще же недоделанная работа. Тогда я по арт-рулетке же еще не сделала. Вот, доделку бы здесь тоже можно было бы оформить. Ну, посмотрим. Ну, и что-нибудь выберу. Короче, либо доделаю, либо буду что-то выбирать другое. Тут уже тоже от настроения зависит. Ну, естественно, без этой раскраски, ну, никак не может обойтись. Она также у меня на продвижении стоит. Здесь также есть недоделанная работа. Тоже начинала я тут достаточно активно. Здесь вот у меня раз есть недоделанная работа. И еще одна была, по-моему. Да, вот эта. В принципе, тут ничего сложного. Думаю, должна справиться. Ну, по крайней мере, попробую постараться справиться с этой работой. Вот. Может быть, какую-нибудь ведьмочку. Извиняюсь, подберу. Не знаю. Но, наверное, надо все-таки сделать иллюстрации, которые недоделаны. Вот. Так. Ну, и все. На этом по планам пока что все. Ну, не думаю, что я буду еще что-то добавлять. А нет. Одна раскраска, которая здесь не показана, она мне еще не пришла. Озон очень долго доставляет. Лучше бы я у самого автора купила эти раскраски. Ну, а потом в покупках обязательно вам покажу. Одна раскраска тоже осенняя будет добавлена еще в этот список. То есть, вот. Я ее потом в покупках покажу и расскажу, какая именно раскраска. Раскраска будет в планах. Ладно, все. Спасибо всем большое за внимание. За то, что меня выслушиваете до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки. Понравились вам, ну, пишите, понравились вам планы мои или нет. Вот. Может, есть какие-то советы по тому, что мне может лучше что-то убрать. И не планировать столько. Но я напомню, да, что планы я делаю для себя. Я не могу выбрать 5-7 раскрасок и только в них раскрасить по несколько работ. Вот. Для меня это слишком скучно и неинтересно. Я люблю более обширные планы для того, чтобы было из чего выбрать. То есть, коллекция, сами понимаете, большая. И если я не буду строить большие планы на месяц, то тогда из коллекции я вообще ничего брать, наверное, не буду. Или будет все в таком беспорядке, что будет полный трэш. Вот. Ладно, все. Всем спасибо. Всем пока-пока. И до новых встреч.